Выступая на пленарном заседании, глава курорта Сочи Анатолий Пахомов сразу же отметил такое понятие, как межсезонье ушло в прошлое. Осень – это загрузка курорта до 80%, зимнее время – 100% и выше. Наши туроператоры побывали на Красной Поляне, увидели возможности, увидели, каким образом курорты могут делать так, чтобы и летом, и зимой были востребованными. Это хороший опыт. И мы говорим, добро пожаловать в Сочи, добро пожаловать в Краснодарский край. Коллеги из Крыма тоже отмечают, поток туристов увеличился более чем в два раза. Теперь задача другая, как сделать отдых гостей Черноморского побережья более комфортным и интересным. И это не только освоение новых пляжных территорий. Вот, например, при этом 2017 года будут доступны новые турпакеты. Сочи-Крым, Крым-Сочи. Обсуждался в том числе вопрос транспортных связей между Крымом и Сочи. Это очень важный вопрос, это поручение президента. И вот сегодня Евгеньевич контролировал выполнение этого поручения. Сегодня уже Олег Петрович дополнит. Крупные туристические компании заказывают чартерные перевозки для поезда в Крым и в Сочи. Это уже начало настоящего, скажем так, массового туризма. Популярным в новом сезоне станет и китайское направление. Открывается новое прямое авиасообщение Чинду-Сочи. Нужно будет не только принимать в Сочи китайского туриста, но и самим отправиться в Поднебесную. В Сочи расположен у подножья гор плюс море. Это интересно, но только китайский турист зимой предпочтет отдыху моря, а летом в горах, потому что летом у моря жарко. Мы сейчас исследуем горный и прибрежный кластер. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев очень решительно настроен на эффективное развитие туриндустрии в крае. Пообщавшись практически с каждым участником экспозиции, развернувшись на площади в 6000 квадратных метров, он отметил, своего туриста не отдадим, а привлекать новых, в том числе и новыми формами работы, и новыми направлениями во внутреннем туризме будем. Они едут на наше побережье, чтобы чуть-чуть отойти от своей будничной, отчасти активной, где-то суетной жизни, и мы должны им дать эту возможность. Нам нравится ваша политика в этом направлении. Полностью, коллеги. Моя политика – это то, что говорят сегодня и отдыхающие жители. Вот и все, я просто это озвучиваю. А на самом же деле мы все вместе делаем эту политику, мы все вместе делаем курорты наши курортами, такими современными, такими солнечными, такими яркими. А самое главное, ведь мы даем возможность всем, кто к нам приехал, получить впечатление, друзья, порой на всю жизнь. Небольшой стенд Центра инноваций и технологий ВМС привлек внимание. Все лучшее даже в области косметики должно быть в Сочи, ведь это город здоровья, принимающий на отдых и лечение миллионы туристов. И косметика «Сочи Лед» будет здесь востребована, ведь она защищает кожу от солнечного излучения. Это косметика для курорта Краснодарского края, потому что основу составляет это гиалуроновая кислота, пептиды, плюс минеральный комплекс даров природы Сочи. И акцент делаем именно на том, чтобы эта косметика была не только полезной для кожи и организма, но еще и как сувенирный подарок, чтобы люди везли от нас не только положительные эмоции от моря, но еще и полезные какие-то компоненты, которые представлены в косметике. Вот это и была идея, и изначально даже наш слоган звучал, как «Сочи Ленд» – это здоровье бренд, туризма бренд. Говорили на туристском форуме и о тех туристах, которые приедут в Сочи на чемпионат мира по футболу. И для такой группы гостей курорт должен предложить соответствующие условия. Для этого и собираются специалисты отрасли, чтобы сверить часы и работать в соответствии с новыми запросами общества. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.